Привет, друзья! Давно не общались, не было никакого интересного повода, касающегося ситуации в нашей стране или за рубежом, изменений в каких-то правилах, связанных с ковидом. Но, наконец-то, первые радостные новости на прошлой неделе поступили с Румынии. Там, к сожалению, было огромное количество недоумений и недоразумений, которые в первую очередь, опять же, были связаны с нашей молдавской прессой, которая не умеет читать до конца, раструбила везде, что граждан Молдовы пускают без каких-либо условий. Хотя, с первого дня в постановлении о въезде в Румынию, там, где было написано, что снимается запрет на въезд иностранных граждан в Румынию, было четко написано, что для тех граждан, которые приезжают на три дня, необходимо предоставлять ПЦР-тест. Если вы приезжаете больше, то, соответственно, вы должны быть самоизолированы на 14 дней. Как всегда, наши журналисты услышали одно, второе не решили прочитать, и огромное количество людей поехали на границу, где столкнулись с проблемой, что их не пускают. Потому что, повторюсь, для въезда в Румынию до 72 часов вам необходимо предоставить ПЦР-тест либо сертификат о вакцинации, либо подтверждение того, что вы болели в течение последних 90 дней. Тоже сертификат о вакцинации после второй дозы, либо первой, если вы вакцинировались вакциной, которая подразумевает лишь одну дозу Джонсон и Джонсон, вам необходимо 14 дней, чтобы прошло. Ну и вот вчера было, наконец-то, опубликовано решение Кабмина Украины, хотя датируется это решение 2 июня, но почему-то опубликовано оно было только вчера, касающееся в большей степени, конечно же, снятия определенных запретов в Украине, но и касающегося въезда иностранных граждан. И, наконец-то, Украина тоже признала тесты, вернее, не тесты, а вакцинацию, но с облеченной формой, чем в Румынии, то есть вам нет необходимости ждать 14 дней после получения второй дозы, как только вы получили вторую дозу, вы имеете полное право въезжать на территорию Украины, но здесь, опять же, есть небольшой минус, это необходимость наличия при себе страховки, покрывающую ковид. В общем, для того, чтобы сейчас въехать в Украину, вам необходимо иметь, а, либо тест, ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем 72 часа, на русском, либо английском, либо другом международном языке, либо справку о том, что вы вакцинированы, который имеет обязательно перевод на английский язык. У меня такой справки нет, но из того, что я видел, то есть наше молдавское подтверждение о вакцинации идет на трех языках, на румынском, русском и английском, ну и те, кто вакцинировался в Румынии, у них идет на французском, по-моему, на английском и на румынском, то есть любой из двух сертификатов подходит для въезда в Украину. Либо еще третий пункт, экспресс-тест на антитела. К сожалению, там не указано, и многие задают этот вопрос, не указано, какое содержание антител подразумевается как допустимо. У нас идет больше девяти, какое будет требовать Украина, пока такой информации нету и в постановлении этого нету. Еще один немаловажный вопрос, который многие задавали, это касающийся какой вакцины. В постановлении Кабмина написано, что любая из вакцин признана ВОЗ в Всемирной Организации Здравоохранения. Таких на сегодняшний день вакцин являются шесть. Это Pfizer, это Moderna, это два вида AstraZeneca, это Johnson & Johnson. И последняя, которая была признана, это Finofarm, как-то Finofarm, Finofarm вакцина, которая была китайская, которая была признана последней. К сожалению, те, кто вакцинировались другими вакцинами, въезд в Украину, да и во многие другие страны европейские, вам будет навряд ли разрешен. Потому что, опять же повторюсь, что паспорт вакцинации и въезда в эти страны подразумевают о том, что вы вакцинировались признанной вакциной Всемирной Организации Здравоохранения. Поэтому со спутником пока млажу. ВОЗ обещал, что летом они ее, если все окей, сертифицируют. Но пока эта вакцина не сертифицирована и, соответственно, вас с ней не пустят. Вот, поэтому не стоит сильно переживать. То есть многие не могут понять, что сейчас думают, что им нужно все вместе и тест или прочее. Нет, вам этого не нужно. То есть для въезда в Румынию на 72 часа вам нужна либо справка о полной вакцинации и сделанная не ранее, чем 14 дней. Либо ПЦР-тест для въезда в Украину вам нужно либо ПЦР-тест 72 часа, либо антитела, либо справку, подтверждающую о том, что вы прошли полный курс вакцинации. Для Румынии еще, опять же, работает справка о том, что вы переболели в течение последних 90 дней. То есть до 90 дней, если вы болели в этот период, когда вы уезжаете, она тоже проходит. Вот, поэтому надеемся, что в ближайшее время будет уже создан какой-то все-таки единый сертификат, который будет везде работать. Европейцы сказали о том, что страны, так скажем, европейского континента смогут, граждане этих стран, смогут в Европе абсолютно бесплатно менять, либо получать страховку, не страховку, получать международный сертификат в любой из европейских стран. То есть по прилету в аэропорт вы сможете показать со своей стороны происхождение сертификата вакцинации и получить европейского стандарта паспорт. Наш сертификат о вакцинации признается, кто бы там что ни говорил, и кому-то он там, может быть, визуально не нравится, но он имеет штрих-код, он имеет бар-код, по которому можно любым телефоном отсканировать и получить информацию о том, кто вакцинирован, как вакцинирован. Поэтому подделывать смысла особо нету, потому что это легко проверяется. И это мы видим каждый день десятки людей, пойманных на границе с поддельными ПЦР-тестами, которые просто рисуются и в которых бар-код не соответствует информации, которая написана в самом тесте. Кто-то спрашивает, зачем необходима еще страховка, если ты вакцинирован. Вакцинация не гарантирует 100%, что вы не заболеете, остается определенный процент от 20 до 40 в зависимости от вакцины шансов того, что вы можете подцепить ковид, но вакцинация дает 100% гарантию того, что человек, заболевший ковидом, не умрет. Вот для чего делается вакцина. Вакцина не гарантирует вам, что вы никогда больше не заболеете. Вакцина гарантирует вам, что вы не умрете, не будет летального исхода в случае, если вы заболеете. Ну, ждем сейчас, вроде бы и венгры заявили, что они собираются признавать, но, скорее всего, уже европейский континент просто Испания уже признает вакцинированных. То есть, скорее всего, европейский континент в ближайшее время просто совместный Европейский Союз примет какую-то декларацию и начнет массово признавать тесты. Не тесты, а справки о вакцинации. Вот такие вот дела. Берегите себя и хорошего всем дня. Пока. Продолжение следует...